Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Горячая линия» и я ее ведущий Андрей Острев и Игорь Пох. Здравствуйте! Тема сегодняшней передачи так называемый закон Савченко. 26 ноября 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления сроком суда предварительного заключения в срок наказания. А 23 декабря его подписал президент Украины. Что же это за закон, вы увидите в следующем сюжете. Наприкінці минулого року президент Украины подписал закон про внесення изменений в Криминального кодексу Украины щодо удосконалення порядку зарахування судом попереднього ув'язнення у строк покарання. Цей документ вже отримав назву закон Савченко, адже народний депутат Надія Савченко є одним з ініціаторів його створення. Зміни торкнулися частини 5 статті 72 Криминального кодексу. Яким передбачено, що один день перебування у слідчому ізоляторі, тобто тримання під вартою, повинно бути зараховане у термін відбування покарання, як двом дням позбавлення воли. Під дію цього закону підпадають близько 2,5 тисяч засуджених, які перебувають в Миколаївській області. Це більше половини від загальної кількості людей, які знаходяться в установах виконання покарання. Він застосовується до осіб, які відбувають покарання, вже відбувають покарання у виді обмеження волі, позбавлення волі, арешту. До деяких категорій осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчих інспекціях, це невелика кількість, але є певні категорії осіб. І під дію даного закону також підпадає деяка категорія засуджених осіб, які перебувають під вартою, але відносно яких вироки не набрали законних сил. Розглядом даного питання займаються суди за принципом територіальності. Подати позов до цього органу може доволі широке коло людей. Самі засуджені, їх родичі або довірені особи, адвокати. А от пенитенціарів права голосу в цій процедурі позбавили. Контролювати дане питання ми не можемо взагалі. Крім цього, засуджені звертаються відповідно до змін, які були внесені до кримінально-виконавчого кодексу, засуджені звертаються до судів закритими листами. Тобто ми можемо лише констатувати кількість відправленої кореспонденції, але ми не можемо сказати, що саме відправляється. Цей закон насправді палка з двома кінцями. Є засуджені на кшталт авторки, недії Савченко за свободу якої б'ється чи не весь світ. Але частина тих, хто вийде на свободу, це люди, засуджені абсолютно справедливо. Загалом в нашій області стосовно понад 500 осіб вже є позитивне рішення суду. 132 звільнені, ще для 378 скорочено термін покарання. Втім, не страшніше, що в першу чергу під дію закону підпадають особи, які засуджуються або підозрюються у скоєнні особливо тяжких злочинів. Наприклад, тільки на Миколаївщині можуть звільнитися 39 чоловік, які насуть покарання за навмисне вбивство. Тому що кількість терміну перебування під вартою є більшим, ніж тих, які засуджуються або підозрюються, винувачуються в чиненні якихось простих злочинів. Не тяжких. Кожен з засуджених, який вийде на свободу, потребує соціальної адаптації. Певний відсоток незабаром повернеться за грати, адже не вміє жити інакше. Звісно, не факт, що внаслідок дії закону ми отримаємо сплеск злочинності. Оптимізму додає той факт, що інформація відносно цих людей передаватиметься до Національної поліції та інших органів, які мають здійснювати соціальний супровід і допомагати за адаптацією у суспільстві. Звісно, що це за закон і як він коснеться кожного з нас, ми попросили прокомментирувати наших гостей. Це адвокат Олег Михайлович Кирюхин, добрий вечір, і глава областної організації БЮТ Михайло Владимирович Соколов. Добрий вечір, здравствуйте, спасибо за приглашення. І начнем ми, пожалуй, з комментарию юриста. Олег, які юридичні моменти в цьому законі ви считаєте главним? І як він перекликається з іншими законодальними актами, в частності з Конституції? Ну, по Конституції, це головний наш закон, закон, змігчаючи наказання, імеє обратну силу. Тому, якщо сегодня принят закон, змігчаючи наказання, то він імеє обратну силу по відношенню к определенному категориям. Тобто, що сюди включається? Я буквально тут, небольшой закон, він дійсно вступив в силу 24 декабря 2015 року, і цим законом внесені зміння в ч. 5 ст. 72 Уголовного кодекса. Тобто, цим включається срок задержання, т.е. лицо буде задержано до того, як йому избрали меру пресечення. Тобто, це срок задержання підстражей, як мера пресечення, на время досудебного следствия, чи на время задержання підстражей во время суда. Третья категория – це пребування лиця, який відбуває наказання в учрежденні предварительного заключення для проведення следствия. К примеру, його подозревають в чому-то, або він є свидетелем по якому-то делу, його етапюють з колонії, або він в ньому знаходиться. Плюс там ще нахождення на експертизі, якщо людина під конвоєм туда входит. Тому закон чітко определяє категории лиц і що сюди включається. О тому, що день за два, це вже представник управління пенитенціарної служби сказав. Так було ранньше? Ранньше було день і день. Т.е. він засчитавався, але в меншем об'ємі? Ну, засчитавався обязательно, але день предварительного заключення равнялся одному дню. Один к одному. Один к одному. Але на моїй практиці я работав і следователем, і прокурором, і адвокатом. Я бував, правда, давно не був в свістеному ізоляторі, але це усови совершенно різні, пребування здеся і там. Тому, якщо парламент, пользуясь своїми конституційними, прийняв такий закон, доро лекс, сад лекс. Суров закон, але він закон, він підлежить исполенню. Дякую. Дякую. І следуючий вопрос я б хотів задати вам, Михаил. Многі експерці считають этот закон політичним. В якому аспекте? В-перше, його ініціатором є Савченко, який пребуває зараз в містах... Похищена Російська Федерація. Да, пусть буде похищена Російська Федерація. Вмі з тим, вона зараз там знаходиться під судовим... під рассмотренням судового дела, да? І в пресі було достатньо багато інформації о тому, що Росія собірається, якщо її віддати потім з решенням суда, то щоб вона відбувала наказання, наказання тут, в Україні. Скажіть, це як-то зв'язано між собою? Тобто, це, може, якісь якісь для неї? Вот, прокомментируйте. Нет, конечно, ніяких перспектив пока екстрадиції, возврата Надежды Савченко, яка була варварським спосібом украдена на території України і доставлена в Росію с якими-то ложними обвиненнями. Пока надежда мала. Ми видим на практиці, що включені дипломаты в переговори, перві лиця Євросоюзу, Соедині Штатів Америки. І, несмотря на те, що она стала народним депутатом, пользується неприкосновенністю. І по всім соглашенням, які поки не відмінені між Україною і Росією, она подлежит, як неприкосновенне лицо, возврату на Родину, але це все не виконено. Конечно, нет. Це один із первих шагів в судебній реформі, яку партия Батьківщина предлагає. Давайте обратимо внимание на такі факти. І наш колега, гость студії Олег, який бувший прокурорський роботник, сегодня уважаємо-известний адвокат в нашій області, він не даст мені соврати, що у нас оправдательних приговорів в государстві баланс с страшним перегибом в сторону обвинительних приговорів. Оправдательних приговорів мені 3%, а більш 97% обвинительних. Тобто у нас система так построена, що якщо даже по ошибці кого-то схватили, ми знаємо це на наврадівських примерах даже, то обязательно були случаи, коли осозналося несколько людей в одному і тому же преступлении, але в следственному експерименті вияснилось, що вони навіть на місці события не відбували. Тобто так устроена система. Во-вторых, хочу привести пример. Ми недавно с руководителем полиції беседували з господином Бенчаровим в нашій області. Він приводив пример на совещание о том, що в Новой Одесі лицо ранее привлекавшеся, ранее отбувавше сроки за тяжкість преступлений, достало, значит, во время отдыха в якому-то ресторане, в кафе пистолет, незарегистрированный, боевой нарезной, і почав виясняти отношения, стріляти і так далі. Його задержали, у нас є статья за хранення оружія, але, к сожалению, суд його відпустив на підписку о невыезде. Це недопустимо зовсім. Тому закон Савченко – це перший шаг, закон Савченко – це перший шаг к реформі як пенитенціарній, так і к реформі судебній. Тому ми считаємо, що, во-первых, обіце должно прийти к тому, щоб була диктатура закона, щоб ми всі були рівні перед законом. Тому, в-вторых, закон должен бути гуманним, дозволять, з библейської точки зрения, якісь можливості прощення, якщо людина вже відбув наказання. Тому ми считаємо, що цей закон – це один із первих таких наборів. Подумайте, у нас сегодня, наприклад, неприкосновених граждан в Україні більше 8 тисяч. Весь спор идёт о том, що необхідно неприкосновеності народних депутатів лишити. Я сомневаюсь, що конструктивна оппозиція тогда сможет нормально работать. Ми опять в тоталітаризм можемо скатити со времен Януковича, там і кучмы, і так далі, в меншій степені, ніж Януковича. Але в то же время у нас неприкосновенними євляються судьи, які лиць, завершавших преступлений, беруть і відпускають, несмотря на те, що він угрозу обществу явно представляє. Тому ми цим законам, як політична сила, дали понять, що ми нацелений жовстко, конструктивно, але в то же время гуманно по отношению к тем, хто вже осужден. Юля Тимошенко, наприклад, в камере подвергалась жовстким репрессиям, і в неуставное время, не предусмотрено регламентом, на неї напали три роботника тюрми, коли вона відбувала заключення ще в колонії, одели одеяло, почали її бити, тащити куда-то, вона чудом, як говориться, змогла остаться в камере, методом сопротивления. Ми встановили цих лиц, і вони осуждені. В данний момент вони знаходяться вже не в СИЗО, а відбувають срок. І вона для того, щоб показати в качестве примера, я зараз закончу, а ви зададіте вопрос, в качестве примера гуманності, котрим гласит закон Савченко, вона подала петицію, впрошення к президенту, як лицо, по отношению к которому репрессії були, катування на державной мові, патки там і так далі. І зараз просить їх відпустити к семьям, к детям, дому, як лиц, які вже осуждені, отбули какой-то срок, менший даже, чем те лояльні категории, позволяющі закон Савченко, щоб їх президент, як говориться, помилував. Вот це пример, як наша политічна сила предлагає жістко, єдиним требованням ко всіх, але в то же время гуманно відноситься к осужденным лицам. Спасибо. Ну, вот смотрите, є така інформація, що я пофамильно народних депутатів не змогу назвати, виспользуюсь той інформацією, яку мене удалось получить із відкритих істочників. Народні депутати внесли в Раду законопроект, в котором требують внести поправки закон Савченко. А именно, запретить такой перерасчет один к двум, для тех, хто совершил тяжкі і особо тяжкі преступления. Ну, есть множество примерів, скажі, є відкриті бандитів, там, убийці, насильники цього закона, людей вот как с этим быть почему почему бывший да почему ваша партия выступает ну как бы судя по информации выступает против вот этих поправок я вам объясню потому что у нас законодательно предусмотрено пожизненное заключение для тех лиц которые особую опасность для общества которые особо тяжкие преступления и этот закон никак на них не распространяется если уже пожизненное получил срок раньше это был расстрел в советские времена и в ранние времена независимости нашего государства не все же поэтому поэтому смотрите давайте обратим внимание что зварыч уже не будет не судьей не адвокатом его в любом случае жизнь радикально изменилась и он не вернется на прежние позиции и он и так и так бы вышел доктор п кстати до сих пор очень спорная кандидатура я его уголовное дело не изучал внимательно но многие считают что он незаконно осужден и так далее и так далее он и так или иначе раньше или позже вышел бы на свободу они не относятся к категории пожизненных заключений поэтому я считаю что ну а как насчет одесской банды барьянчука смотрите а как насчет лиц которые ранее сидели с пистолетами в новой одессе устраивают разборки и вообще не идут под следствие поэтому я считаю что этот закон в любом случае выполняет очень важную социальную миссию поднимает эти вопросы посмотрите у вас прогрессивная передача в такое прекрасное время для наших жителей области выходит именно обратила внимание фактически на элемент судебной реформы в лице этого закона поэтому мы считаем что мы таким образом начинаем общественно-социальную гражданскую дискуссию которая будет толкать наших народных избранников к изменениям законодательства и все-таки к приведению диктатуры закона перед которым все мы должны равны быть и как лица неприкосновенные там не знаю президенты судьи народные депутаты так и простые граждане и конечно же лица совершающие преступления спасибо следующий вопрос хотелось бы адресовать олег олегу скажите олег если какие-то механизмы в государстве на законодательном уровне предусмотрены они для адаптации этих людей потому что ну действительно наплыв очень большой скажем да ну неожиданный наплыв скажем так как после такой своего рода амнистии люди опасаются того что это слишком повлияет на криминогенную обстановку и вполне законный вопрос а как государство заботиться о том чтобы эти люди были социально адаптированы что ли там то есть как-то с ним какая-то работа происходит как это законом вообще описано и что что делает что делает государство в этом направлении ну конкретно этот закон никак этот вопрос не предусматривает он просто предусмотрел процедурные вопросы вот еще один там нюанс что с момента поступления ходатайства в суд течение двух недель суд обязан рассмотреть вопрос если человек подпадает то принять решение что касается адаптации то скорее всего я разочарую потому что тут наверно уместно привести поговорку семи нянек дитя без лаза поэтому то что криминогенная ситуация в связи с этим скорее всего обостриться это я вот при моем профессиональном уровне юриста считаю что так она будет вот у государства есть самые разные органы но это и органы из полу контроля ну определенной работы прибавится конечно милиции это участковые инспекторы инспекции как дорожки правительных работ но идет там у них переаттестация но все равно эта функция останется то есть те кто отвечает за профилактику преступности вот но есть еще такие органы чисто государственные как там центр занятости там социального обеспечения если человек там инвалид но в данном случае лицо не но лицо само должно обращаться другое дело что мы знаем я лично так вот знаю то что по моей информации косность всей системы государства такова что лицо будет туда обращаться туда обращаться там его где-то в очередь поставить там в итоге время пройдет он не на не сможет адаптироваться и реально может вернуться действительно на путь но это не значит что закон не подлежит исполнению сейчас селик михалыч все мы помним замечательный фильм холодное лето 53 да когда после после смерти сталина было амнистия и там десятки тысяч людей хороших плохих данного стану плохих там там огромное количество бандитов вышла на свободу и они что они стали делать они пошли заниматься тем же самым потому что они ничего другого не умеет понятно сравнивать то время и нынешние очень сложно но тем не менее тем не менее вы выйдет ведь большой достаточно большое количество людей как уже вот в сюжете упоминал сколько там 39 человек да вот за 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 да особо тяжкие преступления за убийство куда они пойдут они пойдут центр занятости ну а почему нет ну возникает уже я бы этот вопрос не утрезать они конечно опять же в листе всех уравнивать невозможно разное разное было уравнивать нельзя я согласен с михаилом где вот он привел как раз я тоже хотел на это сказать умножение на 0 равняется 0 то есть там где есть пожизненное там где действительно лицо которое клейма не где ставит то ему сокращать нечего а там где суд определил свое время что есть основания давать не пожизненное давать там допустим 15 10 там 7 поверьте что наверное для общей картины чтобы люди имели представление о том почему это все произошло может надо делать экскурсии в следственный изолятор я так думаю посмотреть в каких условиях там даже в нашем следственном изоляторе сколько их там человек в этой камере находится один курит там другой не курит кто-то спортом хочет заниматься двухъярусная там эти палаты они не было бы гораздо более правильным заняться реформированием сезон нежели нежели вот сделать просто день за два собирается с нас не одно другого не исключает понимаете можно это делать можно это делать то есть пожалуйста сделайте мы смотрим фильмы иногда эти заграничные фильмы где нам показывают сюжет и условиях там пребывания библиотеки залы там совершенно другие условия как только в стране будут соответствовать хоть каким-то нормам похожим на европейский я думаю этот закон автоматически будет вынесен верховную раду и отменен естественно тут же проблема в том что в сизо люди категорически ограничены не хватает они ломятся в тюрьме человек хоть может передвигаться свободно там и заработать в колонии извините пожалуйста что вас перебиваю у нас не так много времени осталось передачи мне хотелось бы один еще такой ключевой вопрос задать смотрите закон данный подала савченко почему это не сделала тимошенко в свое время но выйдя выйдя на волю ведь ведь она первая мобильная дала я вам объясню потому что тимошенко когда вышла на свободу она была простым гражданином она не была народным депутатом мало того она понимая насколько у нас положение с россией скатилась в войну в агрессию со стороны соседнего государства и она была инициатором на съезде партии когда перевыборы были объявлены свое фактически место первое место партии уступила савченко для того чтобы ее спасти чтобы гарантированный дать шанс стать неприкосновенной особой и быть вызволенной из лап агрессора внешнего поэтому сегодня как только появилась такая возможность смотрите савченко прибывает в сизо уже второй год и для нее просто это очевидно совершенно причем наши сизо я не открою секрет они мало чем отличаются от российских сизо своими нечеловечными отношениями и так далее и так далее хорошо спасибо большое большое спасибо давайте теперь на завершение программы буквально по одной минуте как вы считаете стоит ли опасаться нашим жителям чего-то чего стоит опасаться или не стоит опасаться или ваш вот ваше буквально коротенькое мнение о том что она она о теме нашей передачи и михаил начнем спасибо но я считаю что опасаться нужно было продолжение режима януковича опасаться нужно было те амнистии которые янукович подписывал массово они ничем не отличаются от закона только там действительно тысячами выходили опасные преступники в этот период и так далее но мне кажется что сегодня происходят происходят реформы перезагрузка и новые люди которые раньше не работали в полиции не сталкивались с крышеванием с вымогательством со взятками пришли в полицию и мне кажется нам как общество нужно с ними сотрудничать и нам нужно любые преступления как нас обязывает на это криминально-процессуальный кодекс если мы являются их свидетелями о них заявлять тогда у нас начнется наконец-то закон равный для всех и те люди которые патриоты прошли сложное тестирование знаю у меня друзья проходили непростое мы вместе с ними станем как говорится единым обществом гражданским обществом вот мне кажется это наш путь спасибо большое прошу олег ваш общие рекомендации для всех нас ходим по гражданке да нет у нас никакой формы наверняка нет оружия есть общее пожелание есть общие рекомендации которые люди испокон веку применяли то есть если ты ночью идешь где-то там в парке каком-то там или в каком-то месте или ты на или ты напился до не меняемого состояния сам облегчил ситуацию чтобы тебя там ограбили или убили или еще что-нибудь сделали так эти вещи они известны испокон веку поэтому если люди элементарно соблюдают и эти правила поведения не находятся в так называемых злачных местах или криминогенно опасных то они уже на себе сами позаботились это первое на что я хотел обратить внимание а второе это то что но вот я лично наблюдаю после реформы полиции то ли я утром то ли я вечером то ли днем я пока где-то нахожусь на месте в каком-то движении я вижу то чего раньше никто не видел то есть полицейские эти машины патрулируют город то есть это уже с точки зрения готовности правоохранительной системы к тому чтобы оперативно отреагировать на вызов то есть только если человек естественно подвергся нападению то моментально надо звонить если подытожить ваши слова то каждый сам кузнец своего счастья если ты сам внимателен то в принципе опасаться отчасти до что спасибо большое нашим гостям за то что были с нами наша передача подошла к концу я надеюсь что мы каким-то образом осветили данную проблему и и смогли успокоить наших граждан или прояснить вообще ситуацию с этим законом спасибо вам большое до свидания всего доброго до встречи до свидания до свидания до свидания